привет вы на канале своими руками с вами макс сегодня опять теория карандаши доска одна наверное самых топовых тем на сегодняшний день это мембраны пароизоляции как что и куда так как люди неправильно начинают их пихать куда не следует и неправильно их монтируют соответственно только усугубляют иногда ситуацию то есть ощущение такое что лучше вообще бы не делали было бы чуть попроще в руках пароизоляция рулон изолирует пары пары это мелко взвесь воды которую даже не видно если уж она задержит вот эти пары водички которая невидимая мелкодиспляционная соответственно большие капли воды она в любом случае задержит и соответственно ветер она задержит пароизоляция ограждает от всего скажем так в виде пароизоляции также можно использовать полиэтиленовую пленку но только нужно знать какую плотность специально там как же проверить пароизоляцию от не пароизоляцию допустим у меня рулон есть из руках ничего нет уже он скрытый вам говорят вот так вот а о и как самый простой метод колхозный берем пленку и не пытаемся подышать через пароизоляцию не дышится если это ветрозащита через ветрозащиту или паропроницаемую пленку она на вид точно такая же может быть вы будете спокойно дышать с некоторыми как бы затруднениями но как через марлю скажем вот так вот можно отличить просто быстро конечно не очень красивый метод но зато надежный проверен чем у пленки с одной стороны шероховатая сторона у другой кладка все гадают да какая разница шероховатая сторона у нас служит для того чтобы если у нас будет предрасположенность образование пара вот это сильно пара насыщенность будет и чтобы он мог где-то в виде в мелкой взвести на вот этих шероховатых на вот эти волосатые вот поверхности он будет как бы напыляться и оставаться мелко-мелко ковром таким мелким потом он будет плавно высыхать и ничего будет ничего плачевно не будет если же будет наоборот пленка перевернута и постоянно какое-то воздействие паров будет на гладкую поверхность будет они напыляться напыляться будут создаваться потом капель благодаря нашему земному притяжению они будут стремиться вниз в виде ручейков и где-то собираться в кита в карманах будут целыми лужицами и лужицы конечно очень долго не просыхают естественно могут начаться проблемы в виде там грибов всяких разных плесени и тому подобное поэтому стараемся не перепутать вот для чего нужна вот эта мохнатая сторона и на вопрос куда же мохнатой стороной как мохнатой стороной внутри помещения делаться в помещении потому что в помещении есть пары на улице нету в помещении за порциональное давление паров больше не стремятся на улицу соответственно мохнатой стороной практически всех случаях делается вовнутрь гладкой к утеплению или стенам и теперь самые главные начинаются вопросы куда их пихают куда запихивают в утеплитель перед утеплителем за утеплителем час кратко рассмотрим в общем рисовал я стену пусть будет блок любой блок газа пена блок или же дерево здесь у нас плюс здесь будет помещение там улица часто делают даже и задают вопросы у нас есть стена мы сделаем пароизоляцию на стену потом сделаем утепление и потом сделаем ветрозащиту ветрозащиту обозначим зелененьким светом пароизоляция красная это зелено и ветрозащиту натянем все хорошо будет от ветрозащита здесь будет пароизоляция сохранять тепло утеплитель будет сохранять тепло будет все хорошо все будет прекрасно что же у вас будет в такой ситуации когда будет все хорошо все прекрасно так как у нас пацана и давление из дома всегда теплый воздух стремится убежать он во все поры стремится основная часть конечно в потолок в стены в пол даже и он содержит теплый воздух у нас влагу насколько влажность большая это уже от вашей жизнедеятельности зависит там варите часто пельмени часто полы моете часто часто очень дышите там отжимаетесь может влажность больше в помещении или помещение маленькая там или народу много живет там все это факторы влияющие на различные влажность соответственно чем больше влажность тем больше будут паров уходить у нас вместе с теплым воздухом естественно не выходя стену у нас грубо говоря паропроницаемые все стены паропроницаемые вот наши пары будут выходить доходить до нашей мембраны и здесь влага будет копиться на внешней стороне стены вашего дома потому что будет упираться в мембрану и тут будут оставаться им деваться просто некуда будет все тем самым вот эта стена ну естественно понимаете когда сильно постоянно увлажняться будут интенсивно она будет со временем не очень себя хорошо чувствовать и скорее всего начнет разваливаться поэтому мембрану сюда ни в коем случае перед утеплителем стоит нельзя ошибка следующая пароизоляцию путают с ветрозащитой и делают дом утепление и уже по наружу натягивает пароизоляцию принципе получается тот же самый что со стеной но только у нас пары проходят чуть дальше они проходят еще и сквозь утеплитель упираются в пароизоляцию пароизоляция это пленка полиэтилена можем сразу представлять сквозь нее ничего не может выйти и у нас уже в утеплителе на выходе образуется интенсивная влага причем здесь она будет образовываться гораздо интенсивнее чем в самой стене так как утеплитель у нас уже это крайняя точка граница отрицательной температурой здесь у нас зима холод влага выходит и теплый воздух влажный выходит и он здесь будет интенсивно конденсировать и в этой влага будет уже где-то ближе на выходе начнет она уже выпадать в виде капель воды ну естественно там при определенных перепадах температуре что-то замерзать что-то обратно оттаивать короче вот этих куча куча процессов негативно повлияют на ваш утеплитель разрушится он не разрушится если допустим там ватам минеральные или что-то подобное но так как будет большое перевозжение там заведутся у нее различные там флорофауна своя ну и дальнейшие короче плачевно 5 обстоятельства поэтому снаружи пароизоляцию тоже нельзя делать где же тогда делать пароизоляцию пароизоляцию делают ограничивают пары на начальной стадии внутри помещения самом начале движения нашего теплого воздуха чтобы он вообще в пирог стены никуда не ушел теплый воздух будет конвектировать вдоль пароизоляции это не значит что тут будет влага капли у всех такое понятие если в помещении мы натянули мембрану пароизоляционную все значит у нас тут будет везде влага это же она пары ограничивать тут же на улице топоры они будут собираются в влагу а в помещении если сделал значит соответственно в помещении будет сырость влага ничего подобного не будет в помещении положительная температура плюсовая вот эта часть вся стены ну там условно до середины она положительная она плюсовая она прогревается мембрана в этой части положительной то есть она в теплой зоне мембрана в теплой зоне мы сейчас сидим мы же не видим что капельки летают почему они должны допустим на вот этой доске у меня капельки появится это тоже видео час мембраны через нее вода не проходит чем я сейчас на стену навалили поставили соответственно как мембрана час поразоваться значит часу через две секунды должны появиться влага должна ничего подобного не происходит Почему? Потому что все находится в теплой зоне, все теплое, на теплых элементах влага не выпадает. Роса выпадает на минусовых, отрицательных, скажем, на холодных элементах. Гибкая формула, там нет такой определенной температуры, что при минус 1 начинает роса выпадать. Нет, роса может выпадать при плюс 6, плюс 4 градусах. Все зависит от влажности помещений и от температур, от разности температур. Короче, факторов дофига, но в районе, скажем, нуля начинает выпадать роса. У нас такой нету тут температуры в районе нуля. Мы любим потеплей, у нас в доме всегда 23 градуса, там скажем, 20, 23, там 25, 26, у кого как. У нас есть стена, тут потолок, неважно как выполнено. Она вся теплая зона, а вот угол наш, к сожалению, промерз. И вот эта зона-то, допустим, в районе потолка, ну тут, скажем, армопояс, может, или что-то, вот он-то и промерз. И даже если у нас тут будет пароизоляция натянута, или там штукатурка какая-то выполнена, вот эта часть приблизилась там к нулевой отметке. И вот в этих зонах, в углах, допустим, мы можем наблюдать капельки росы. Они конденсируются вот именно на вот этих частях, и появляется влажность. Если тут будет пароизоляция, на ней будет она видно, если не будет пароизоляция, значит, будет у нас на стенах. Как же все-таки тогда применить ветрозащиту и пароизоляционную мембрану? Вот у нас есть стена, утеплитель, мы его прикрепили к стене. Если у нас стена, дерево, пеноблок, газоблок, изнутри никакой пароизоляции, в принципе, делать не требуется дополнительно. Ничего не надо, у вас стена так и остается. Просто штукатуриваем здесь стену изнутри за утеплителем. Делаем ветрозащиту. Ветрозащита может быть однородная, может быть также шероховатая. С одной стороны шероховатая, с другой гладкая. Она защищает нас от ветра, не продувает ветер. Также она защищает нас от капель, от дождя, допустим, от боковых сильных капель, от дождя. Она отражает, дождь отскакивает от нее. Но мелкие капельки воды в виде пара через нее пройти могут. Соответственно, все преимущества, когда у нас сквозь стену и утеплитель из помещения постоянно выходит теплый воздух, содержащий влагу, то бишь, одним словом называемый в простонародье пар, у него есть возможность сквозь ветрозащиту плавно проходить, выходить на улицу, не задерживаясь в толще стены. Но в то же время наша ветрозащита защищает нас от ветра и от больших капель воды, от дождя, от прямого попадания влажности. Вот в этом ситуации это самое правильное решение. Не путайте, вот эта мембрана должна быть паропроницаемая, то есть ветрозащита. Ветрозащита и паропроницаемая мембрана иногда взаимозаменяемые в монтаже. Мембраны типа А, это у нас ветрозащиты. Гидроветрозащиты. Они защищают от влаги, но пары пропускают. БЦД, три категории, это все пароизоляции. Пароизоляции, то есть они отражают полностью все. Влагу, пары, ветер, воздух, все. Ну, паропроницаемость какая-то, если уже с точки зрения технического смотреть, естественно существует, но она как бы уже для технологов, которые будут проекты составлять. Для нас, для колхозников, это пароизоляция стопроцентная. Дальше идут аббревиатуры, могут быть добавочные. Б там с буквами, там С с буквами. Это уже модернизированные мембраны, скажем, с дополнением всякими. То же самое, основная идет буква, которая показывает тип мембраны, а уже дальше это там уже куча всяких, скажем, тюнинг, тюнинг мембраны. Он может быть разный. Также многие спрашивают, зачем тогда вот эти Б, С, Д сделали пароизоляцию одну и все. Нет, ребята, почему вот эти три буквы, три аббревиатуры, три буквы, почему там столько типов, скажем, пароизоляции? Потому что использование разное. Вы можете затянуть стену, допустим, 3х3, бюджетная, скажем. Кто-то делает промышленное помещение, там сотни квадратов, естественно, делают быстро. Там нужна пленка гораздо прочнее и качественнее, потому что бригада работает, большие промежутки. Им с нежной такой пленочкой заниматься, ну, у них не получится просто заниматься качественно и быстро. Где-то будут порывы, даже при натяжении на больших объемах она будет просто рваться, провисать. Соответственно, все зависит от плотности, еще от качества, но и цена-то разная. Вот эта более профессиональная пленка, она, соответственно, дороже, а для бюджета, для нас, для колхозников, для мелких объемов, когда не торопясь для себя, конечно, можно подешевле вариант выбрать. Вот и есть Б, С, Д. Соответственно, разная ценовая политика, но у них характеристики именно по пару у всех схожие. Они выполняют одинаковую работу. Единственное, что качество своих материалов разное. Вот и все. Брать можно хоть такую, хоть такую, хоть такую, по вашим деньгам, любую берите. А то многие путают, О, на С лучше, Б хуже, там. Для домашнего использования вам разницы абсолютно никакой нет. Единственное, еще есть, есть там на мембранах пишутся, которые боятся некоторые мембраны ультрафиолетового, другие не боятся. Но это тоже как бы не всегда принципиально. В основном, как бы, зависит только от прочности. У ветрозащиты, гидроветрозащиты категории А практически у всех разницы нет, какой стороной их натягивать. Такой или такой. Да, у них иногда бывает одна сторона как бы маленько шершавенькая, другая вроде как чуть-чуть гладенькая. Но в большинстве случаев разницы, какой стороной натягивать нет. У пароизоляции существенно разница есть. Монтаж пароизоляции обязательно всегда в перехлёст, все стыки качественно проклеиваются, чтоб нигде у нас тёплый воздух не мог просочиться. Даже в маленькую отверстие, в дырочку, нельзя говорить, в отверстие тёплый воздух интенсивно начинает выходить, за собой тянет влагу, и оно всё зарастает влажностью, всё, и усугубляет ситуацию. Поэтому всё-всё полностью. При ветрозащите же или там гидроизоляции, как бы это не сильно существенно. Да, нужно всё закупоривать, но даже если что-то у вас там будет, не так уже это страшно. Так как тематика обширна, тут можно часа на три снимать ролик, и получится он непродуктивный. Поэтому пишите, на какую тему лучше снять, или же продолжить про пароизоляции, конкретные вопросы, и я сниму ещё ролик. Всё, всем пока. Обязательно подписываемся на канал, ставим лайки под видео, ссылки на наши инструменты. Кто ещё не покупил, не заказал, заходите, смотрите, выбирайте, может что-то для вас и подберётся. Всё, и всем удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!